Где сажать хвойные? На солнце, в полутени или в тень? И в конце этого ролика будет ответ на один вопрос. Так что смотрите до конца, подписывайтесь на канал. Итак уважаемые друзья, сегодня мы рассмотрим где лучше сажать хвойные растения. Хвойные растения все любят солнечные места, поэтому сажать лучше на солнце, но на солнце сажать, если вы посадили на солнце, то нужно притенять ее, притенять очень хорошо, первый год до полного ее проживания, поэтому о том где лучше сажать, я считаю, что на солнце. Все растения вообще в общем любят солнце, но в зимнее время года солнце может быть губительно для них, особенно для тех или молодых или только что посаженных сеянцев или саженцев, поэтому советую притенять с сеткой, как у нас вот тут, сетка 55 процентов притенения, то есть на нашем канале про сетку есть отдельное видео, вы можете посмотреть. Первый год, второй год, она у вас должна идти хорошо. Сосна любит солнце, очень хорошо растет на солнце, туя обожает. Можевельники все тоже прекрасно растут на солнце, всем больше солнца, но обязательный хороший полив, после посадки особенно, вы поливаете, она идет и радуется. Вот эти все растения здесь простояли все лето, посажены год назад, под 40 градусной жарой, поливалась тут хорошо, все они пошли, все они прекрасно себя чувствуют. Единственное, не выиграл. Бересклет другого цвета, вот там он рос, но это мое упущение, я где-то. Кстати, подарок от постоянного клиента, который приезжал ко мне, и я очень сожалею, что я не справился с ним. Очень красивый был бересклет. То есть садите на солнце, но притеняете, при этом поливаете каждый день, то есть вы посадили, притянили, открыли, полили или вверх у вас, вы спокойно там ходите, поливаете, но это нужно растениям, обязательно, особенно в первый год. В следующие года они идут спокойно и красиво, даже без особого полива. То есть вот у нас даже тут растут сосны, вот туя растет прекрасно, а эти же можжевельники даже допустим, они практически не поливают, питаются дождями, а температура воздуха достигала у нас до 42 градусов. И так уже продолжается, даже сегодня будет около 33. Поэтому не пугайтесь, они выдерживают очень хорошо. Главное поливать. Если вы поливаете, ничего с ними не будет. А если вы посадили на даче, то надо все равно чаще приезжать, особенно первый год, и поливать. Опять же, если вы посадили полутень, да, такое возможно, и можно это садить без проблем. Ну, вы не притеняете тогда, да, и полив у вас идет нормально. Но все равно на солнце они развиваются лучше. Глухую тень посадили? Ну, я вам этого делать не советую. Потому что потом оно плохо развивается, во-первых. Во-вторых, оно начинается поздняя вегетация в ней. Например, весной снег на солнечных местах сошел, земля уже просохла, то есть можно поливать, работать с землей. А тем еще надо около двух недель, которые в тени. И они, то есть, они еще не ожили после весны, после зимы, извиняюсь. И они трудно начинают идти. Да, на солнышке цвет насыщенный, и даже вот эта сосна, она желтая. Она желтая, но сейчас в зиме она пожелтеется, и будет очень прекрасно выглядеть. Конечно же, на солнце ей голубая, она набирает очень хорошо. Это и туя тоже прекрасно. Вот этот мазоверник казацкий голубой, тоже прекрасно. Вот спартан тоже прекрасно смотрится. Но это все будет переезжать отсюда. Здесь будет эта полянка убираться кое-что. Скорее всего, тут останется только ель и две туи и брабан сформированы под шарик. Итак, уважаемые друзья, ответ на вопрос от нашего подписчика. Здравствуйте, подскажите, вы пробовали разводить тую колонну черенкованием? Есть мнение, что черенки, взятые с растения, которые выращены из семян, плохо укореняются. А те, что с ранее черенкованных, значительно лучше. Мне важно знать ваш опыт. Заранее спасибо за ответ. Ну смотрите, все сорта хвойных растений вышли из семян. То есть любой сорт, какой вы не возьмете, смарафт, колумна, брабант, они все из семян. Ель колючая, ель зеленая, они все из семян. Или в ходе какой-то мутации, но все равно это дерево росло, извините меня, из семени. Поэтому черенковали его все равно из того дерева, которая выросла из семян. То есть тую колонну можно черенковать, хоть она из семян, хоть она из черенка, я разницы большой не вижу. Единственное, да, ее просто черенковать надо, когда растение молодое. Можно и старое, но она хуже укореняется. А молодое это где-то примерно вот такой рост, ну с меня ростом. То есть с нее брать черенки, тогда довольно таки хорошо укореняется все. Ну я из ластарых черенкую, то есть с этой туи можно тоже черенковать, проблем не будет. Но главное брать веточки, например, не такие вот, которые в бок идут. Здесь даже я вам не подскажу. Если взять вот эту ветку, вот надо брать вот такие вот. Вот видите, вот это идет вперед. Вот такие ветки надо брать, вот черенки и спокойно черенковать. Тогда она будет расти прекрасно. Прекрасно и будет расти, и у нее будет черенкование будет происходить, ну наращивание корней быстрее. А если вы возьмете такую, которая идет в бок, она может не в ту сторону пойти. Поэтому она может быть у вас какая-то там полушаровидная, полу какая, не поймем. С вами был Евгений Филимонов и питомник воин дворик. Всего доброго, удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова